Вот эти вот, вот эти вот две кукушки, я замок не закрывала, потому что здесь дверь входит туго и не закрывала как-то первую неделю, когда они родили, я смотрю, они сюда даже в дверь и не лезут, и как-то никаких намеков, никуда они не уходят, и она туго, то есть она не просто, я ее прикрыла, да, калитку, а она туго сюда входит, то есть она была сюда закрыта. Ну всегда, но с козами же такой номер не пройдет, и в один прекрасный день, вечер, я уже захожу, они у меня здесь ходят по сараю, вон, да, на палец фокус убегает. Там-то у меня комбикорм куриный, ну а нам же все равно, что жрать-то, мышь козы, да, и они у меня выжили, а там было так много комбикорма. Вот, на следующий день они так пропоносились, говорила не один раз, что в некоторых случаях коза, когда пропоносилась, слава богу, у меня как-то тоже спрашивают, а чего он говорит, слава богу, что разве хорошо, что у козы прям, ну, свищут-то. Вы знаете, нехорошо то, что причина уже какая-то была, да, она чего-то объелась. Допустим, ну что, комбикорма, травы, вот сейчас начнется, сейчас, но у нас-то еще не скоро, у нас прям к самому лету, у нас с травой вообще здесь плохо. Травы объелась, что-то там еще, ну, комбикорма, да, зерна, ну, они найдут, что сожрать, и найдут, где вылезти. А, кстати, я тащила эту козлиху-то на улицу, вот самая последняя, я шла и тащила, это та, которая вылазит во все дырки. Вот эти, ни одна не вылазит, здесь была доска, когда еще козлята поменьше, вот здесь вот еще поперек прибиваем доску, понимаете, пониже, чтобы они, дырки были поменьше, и козы козлята не вылезут. Этим уже стало неудобно, они подростки, доску убрали, ни одна, сколько их, раз, два, три, четыре, пять, да, ни одна из этих не вылазит, ей это не надо, у нее не работает так мозг. А каждый раз, говорю, каждый год будет такая коза, козлиха, козел, который вылазит через, не, причем у них и в пакостях мозг по-разному работает. Какая-то, они есть разные, и козы у меня тоже разные, по дыркам, по вылазиванию они тоже разные, по-разному поступают. Одна вылазит в эти дырки, она просочится в любую дырку, вот ты смотришь, как вот оттуда, она обратно, она уже не пролезет, она не запихнется, потому что не пролазит, а вот оттуда она просвистит. Вот, есть такие, и в том году у меня еще была такая, которая именно сверху перескакивает. Любой высоты, другая коза, даже больше, ей переступить-то ничего не стоит, но она не будет переступать. А это вот, и она в дырку вот сюда, которая перескакивает сверху, она в эту дырку не полезет никогда, понимаете, у них мозг по-разному работает. Вот, и поэтому ту, которую я тащила, это козлиха, которая теперь будет, ну мне надо этих всех присоединять к большим уже, нечего здесь место в сарае занимать. Все, вот так вот. Вот, козы, это я к тому, что козы, они найдут себе всегда, найдут всегда, что, куда пролезть, что сажать. Вот, эти вылезли, и на следующий день я весь вечером захожу, а они с боками, такие молодцы, радостные, ко мне бегут, да, типа, наверное, спасибо, хозяйка, да, накормила. Вот, на следующий день я смотрю, льется, все грязные, все зады, и отвечаю, да, это хорошо, потому что, если уже она что-то сожрала, это другой вопрос, что начинает, это хозяева виноваты, они то не убрали, то да, но они могут и будут стоять накрытые бочки, они разворотят все, могут и бочку завалить, и крышки эти разворотят. Козы, они такие пакостники, что они могут все, и действительно, здесь надо продумывать, уж все вот так вот добротно, чтобы, ну, нигде они не пролезли, не вылезли, если есть малейшая, мизерная возможность, они обязательно вылезут. И да, в этом случае хорошо, что козу, что коза, так, сейчас, минуточка, это, кстати, вчерашний. Что? А, ну-ка, бегом, вот так вот. Обезрожки, видите, видите, вчерашние страдальцы, тудых-тудых, это, ага, спряталась, хитруля, спряталась тут, смотришь на меня, да, посередине, думаешь, не достану? Ага, я тебя нашла, все равно хотела их показать, этих обезрожек, вот так, вот так мы себя ведем. На следующее утро. Уже забыли все, что было, и они меня боятся просто потому, что они под мамашами, я к ним даже не подхожу, и не беру их на руки. Все, она стала, уже дрожит на меня, смотрит. Так, продолжим. В данном случае, естественно, это хорошо, что там все просвистело, иначе, если, если это не выйдет, это начнет все бродить у козы там, у них же сложный желудок, четырехкамерный, и все, у козы начнется сдутие, и хорошо, если вы это остановите, сможете это убрать. Вздутие, я имею в виду, вовремя. Вот, иначе коза погибнет. Так что, если она чем-то обозралась, и ее начинает дуть, первое наше действие, что мы начинаем делать, это нужно сделать так, чтобы послабить козу, чтобы вот именно у нее все вылилось. Это по-разному, кто-то просто масло вливает, кто-то там с водкой разводит, кто-то есть, это, кислота. Я сейчас не про это, да, понимаете, именно для того, чтобы вызвать поносы, эти есть средства. Я просто вам говорю, что да, в данном случае, это, слава богу, что козу пронесло, и прям хорошо вот так вот. Другой вопрос, что вы смотрите, ой, жалко. Этих я даже не лечила ничем, видите, они прям сами обожрались, бока были здоровые, сами пропоносились, и сами вот так вот, они даже как-то, они не страдали, они не мучились. А бывает, конечно, когда прям и поносы, прям козе совсем плохо, прям, ну, совсем очень плохо. Здесь, да, нужно помочь козе, нужно ее выводить теперь из этого состояния, из поноса, да, который мы вызвали, или который сам у нее, слава богу, получился. Но то, что коза пропоносилась, это в любом случае хорошо, потому что есть причина. Она у всех есть причина, и у людей, да, но у людей, опять же, у нас все просвистело, там нас вырвало, и как бы, ну да, нам плохо несколько дней, и опять же, есть тоже тяжелые, да, всякие отравления. Вот, а у козы это может остаться там, начнет бродить, и все, и уже начнется вот общая интоксикация, и потом порез, все, то есть остановка работает, печень, почки, сердце, все. Так что, если коза уж, уж так случилось, что она чего-то объелась, то обязательно нужно пропоноситься. Вот так вот. Эти мадамы такие. Так, что я хотела делать дальше, да? А, ушел, молодец. Хотела сказать, все, сидит тут у меня. Так, мне нужно насыпать корм, да, и приступаем к обезроживанию. Мушек караулишь, да? Я тебе мешала. Мушек караулишь, да? 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok